Уважаемые ученики, родители, учителя, просим всех занять свои места. Мы начинаем. В классе почти никого, лишь заместитель директора и учитель информатики, которые на фоне праздничной ширмы провожают ребят во взрослую жизнь. Полсотни учеников вынуждены наблюдать за одним из самых трогательных дней жизни через монитор. Сегодня прозвенит ваш последний школьный звонок. Мы не услышим его, как обычно, в празднично украшенном актовом зале. Рядом с вами не смогут стоять ваши учителя, одноклассники, друзья. И все же выпускники постарались, чтобы этот день глубоко отпечатался в их памяти. За две недели одиннадцатиклассники подготовили программу, написали сценарий, сняли и смонтировали свой последний звонок. Главная тема – как выпускники провели два месяца дома в режиме ограничений. Старшеклассники записали обращение к учителям, где поблагодарили за полученные знания и терпение. Не остались в долгу и сами педагоги, которые подарили ученикам свой музыкальный ролик. Во-первых, у всех ребят было желание. Желание попрощаться со школой. Было желание у нас проводить ребят, чтобы ребята закончили этот год с хорошими воспоминаниями о школе. Поэтому, в принципе, особой сложности у нас не было. Кульминация праздника, собственно, сам последний звонок. По традиции на прощание учителя, ученики и родители спели гимн школы. Впервые в этом году он прозвучал тихо, ведь каждый исполнил его в одиночестве у своих мониторов. И помня, хорошая только, любимая школа. Надеюсь, что это последний онлайн-звонок, первый и последний такой опыт. Несмотря на то, будет использоваться дистанционное, получение дистанционного образования, не будет использоваться. Но вот такие праздники, которые требуют душевных сил, они должны быть все-таки оффлайн. 27 мая 2020 года впервые в истории образования России, да и, пожалуй, всего мира, выпускники прощались со школой перед экранами мониторов. И все же увидеться очно у них возможность будет. Впереди выдача аттестатов, ЕГЭ и торжественная линейка после выхода из домашнего режима. Впрочем, посещать школу в будущие годы у выпускников 2020 повод также будет. Десять лет назад именно они посадили вот эту ель, которая растет у входа на территорию. Теперь дерево для них будет самым теплым и грустным напоминанием, как быстро закончилось детство. Александр Сергеев, Алексей Соченко, Новости Химки ТВ.